Здравствуйте, уважаемые краснолучане! Я хочу сегодня рассказать о работе Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Надежда», который был создан и юридически зарегистрирован 1 марта 2008 года. В прошлом году, 1 марта, мы отметили свой 10-летний юбилей. В нашем Центре предоставляются реабилитационные услуги детям с ограниченными возможностями. Согласно медицинского заключения, направлении медицинской комиссии ВКК, где конкретно на каждого ребенка составляется индивидуальная программа реабилитации. К этим документам прилагается копия паспорта одного из родителей, а также копии документов на ребенка, которые подтверждают статус ребенка. И только когда пакет документов будет готов, нужно обратиться в Управление труда и социальной защиты населения, кабинет номер 5, для получения направления в наш Центр. По решению Министерства труда и социальной политики Луганской Народной Республики, мы имеем право принимать в Центр детей группа риска. Это те детишки, которые очень часто болеют и состоят на учете в узких специалистов, психиатра и нервопатолога. Эти специалисты делают выписку из медицинского заключения, дают направление и при том же пакете документов, которые я оглашала раньше, обращаются в Управление труда и социальной защиты населения для получения направления в наш Центр. Согласно положению о нашем Центре, зачисляются дети от 2 до 18 лет с диагнозом детский церебральный паралич, синдром Дауна, заболевание нервной системы и опорно-двигательного аппарата, детский аутизм, умственные остались, онкологические заболевания. В зависимости от диагноза каждый ребенок проходит курсы реабилитации от 2 до 6 месяцев. Потом мы делаем перерыв от 3 до 6 месяцев и продолжаем дальше оказывать реабилитационные услуги. Дети получают услуги согласно утвержденного расписания, то есть приходят с родителями в назначенное время и посещают всех специалистов Центра. Опять же возвращаемся к диагнозу. Есть такие детки, которые проходят дни реабилитации 2-3 раза в неделю, а есть такие, которые только один раз и, как я уже говорила, по расписанию. Хочу отметить, что в основном дети до 18 лет на протяжении целого года считаются нашими детьми. Поэтому, что касается праздников, других мероприятий, особенно с вручением подарков, все дети принимают участие без исключения. В центре имеется необходимое оборудование для получения качественной реабилитации. Это специальные современные тренажеры для разных возрастных групп. Шведская стенка, беговые дорожки, сухой бассейн, медицинское оборудование, игровое оборудование, домашний кинотеатр, синтезатор, телевизор. Кабинеты специалистов оснащены необходимой мебелью, наглядными пособиями, материалами для проведения занятий. Обслуживают процесс реабилитации следующие специалисты. Врач-педиатр, медсестра по массажу, учитель-логопед, практический психолог, учитель-реабилитолог, ассистент учителя-реабилитолога, специалист по физической реабилитации. Реабилитация детей с ограниченными возможностями проводится в комплексе, включая групповые и индивидуальные занятия всеми специалистами центра. Главной задачей нашего центра является оздоровление, обучение детей с ограниченными возможностями, а также формирование у них необходимых навыков и их социальная адаптация. Центр проводит реабилитацию по следующим направлениям. Физическая реабилитация – это занятия по лечебной физкультуре, занятия на тренажерах, лечебный массаж. Психологопедагическая коррекция – это занятия по психологической коррекции, логопедической коррекции, элементарной математике, коррекции сенсорного развития, изобразительная деятельность. В нашем центре функционирует отделение медицинского сопровождения, которое осуществляет врач-педиатр и включает в себя проведение медицинского осмотра, обследование общего состояния ребенка, разработка рекомендаций для физических и психологических нагрузок для детей-инвалидов, постоянный контроль за физическим, соматическим и психическим состоянием ребенка, а также организация и контроль за выполнением санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий. Процесс реабилитации детей-инвалидов предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. Это проведение занятий с участием родителей, это обучение их специальным приемам и методикам для того, чтобы они продолжали выполнять их в домашних условиях со своими детками. Большое значение уделяется подготовке и проведению утреннику к праздникам и знаменательным датам, когда дети с родителями участвуют в конкурсах и играх. Передать эмоции детей в это время словесно просто нельзя, но все нужно увидеть и пропустить через свое сердце. Пользуясь эфиром, хочу выразить слова благодарности администрации нашего города, Управлению труда и социальной защиты населения. Благодаря им мы всегда можем решать любые возникшие вопросы. Они всегда знают наши проблемы, радуются успехам наших детей на праздничных мероприятиях. Благодаря их заботам наши дети получают на все праздники сладкие подарки. Я хочу пожелать в этом году каждому человеку крепкого здоровья, счастья, достатка. Даже если на улице плохая погода, как сейчас, пусть в ваших домах, в ваших квартирах всегда царит тепло. Пусть ваши дети приносят вам радость, пусть их смех и успехи будут для вас смыслом жизни. Пусть в нашем городе рождаются только здоровые дети, пусть наш город всегда будет мирным, красивым и уютным. Но если вдруг кому-то из маленьких краснолучан понадобится помощь нашего центра, мы всегда рады вам помочь и поддержать. Наш адрес – город Красный Луч, улица Проездная, дом 1 – это район морзовода, остановка – Дворец культуры имени Ленина. Большое спасибо за внимание. Пусть каждый прожитый день приносит вам радость и просто желание жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова